Виталий Борисович Попов – талантливый живописец, творческий, активный мастер. Родная земля стала для художника тем вдохновением, благодаря которому им созданы полотна, принесшие заслуженное признание во всём мире. Россию я не променяю ни на что. Россия – это страна, что надо. Многотравие, природа, очень богатая. Хотя даже в тропиках я бывал, но всё равно не то. У нас и поля есть, и леса есть, и снег есть, и север. Это та красота, из-за которой есть смысл появиться на этом свет. Эти работы также призывают нас к патриотизму. А что такое патриотизм? Это любовь к своей малой родине, к родине. И вот в этой картине в каждой это прослеживается. Поэтому низкий поклон. Создав значительное наследие в своём творчестве, художник написал ряд шедевров, которые своей значимостью уже вошли в историю искусства. Стиль живописи, как язык, на котором разговаривает художник. Виталий Борисович Попов выбрал классику и не ошибся. В его работах оживают заповедные уголки родного края с их неповторимостью и очарованием. Внутренняя потребность, восприимчивость к красоте – всё вместе привели его к желанию стать настоящим живописцем. Приятный в общении человек с прекрасным образованием, всегда в поиске собственного художественного языка и любви к искусству. Я не копирую природу. И вообще не копирую. Я отталкиваюсь от неё и добавляю… Для меня очень важен характер того места, которое я изображаю. Чтобы, например, Индонезия, зритель это подошёл, не читал этикетку, а сразу сказал, что это Индонезия – Джакарта. Понимаете? Это вот Индия. Это вот даже вот Камбоджа, а не Таиланд, хотя природа-то одинаковая. То есть для меня это очень важно. По своему мироощущению Виталий Попов – художник жизнерадостного видения, наделённой особой зоркостью на красоту обычных вещей. В самых незамысловатых, привычных глазу мотивах он может найти и почувствовать взаимосвязь с природой, уловить её тончайшие движения и гармонию. Я смотрела множество ваших картин и тогда вам сказала, что поражена детализацией, глубиной, а самой главной погружённостью. Вот когда мы заходим, смотрим, вот просто картину, вот, околется зимняя дорога и заборы домов. Но это же наш Тамбов, это наш Мичуринск, это наша Токарёвка, это любой из наших мест. Это настолько правдоподобно, выписано. Живопись – это познание мира, доступное только долгому человеческому опыту. Как признаётся мастер, человек должен учиться до конца своих дней. Это поиск, основанный на уже известном знании. Поэтому впереди у художника много открытий, а значит и живописных полотен. Елена Хромова, Олег Осипов, Александр Кобзарёв. Область новостей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова